вообще для кавказского мужчины честь и репутация это те центральные вещи на которых строится маскулинность в современной ситуации когда мужчин часто не хватает доступных легитимных ресурсов чтобы выстраивать свою маскулинность например через деньги через успех это часто делается именно через такое создание публичного образа сильного мужчины который главный в этой семье он все контролирует его все слушаются иногда это приводит даже к таким курьезным ситуациям когда есть договоренность между мужем и женой что жена должна публично отпрашиваться у мужа куда-то и он значит разрешает ей пойти но при этом это некая игра которая именно разыгрывается на публику и люди в общем-то могут жить в очень эгалитарных вполне себе отношениях но соблюдать те правила соблюдать приличия которые требуют от них местное общество общественное мнение для мужчины на северном кавказе это очень очень важно от этого зависит его репутация от этом во многом зависит его жизнь если мужчина не соответствует каким-то местным ожиданиям и представлениям у него может быть достаточно печальная судьба он не может устроиться на хорошую работу за него могут не отдать каких-то хороших девушек из этого села и все может иногда закончится очень печально что мужчина вынужден уехать из этого села просто потому что он становится изгоем он не соответствует этим нормам надо сказать что эти нормы которые мы называем патриархат фактически ложатся одинаково тяжелым грузом и на мужчин и на женщин на северном кавказе эти ожидания попытка соответствовать некому образу которая создается общественным мнением достаточно тяжелая штука и мужчины являются в той же степени жертвами патриархата что и женщины они все время вынуждены все контролировать они вынуждены защищать свою репутацию они вынуждены защищать честь своей семьи даже там где нет для этого никаких оснований одним из проявлений такого рискового поведения может быть ситуация когда мужчины например гоняют на машинах они показывают всем какие они крутые или парень может вести себя очень задиристо вызывать на бой драться какого-то другого юношу просто ради того чтобы показать что он сильный что он смелый и тем самым зарабатывать себе особые репутационные очки в своем обществе в своем селе или городе в то же время важно понимать что ранки заданные местными правилами они достаточно жесткие и в них очень сложно оставаться в этих рамках соблюдая все эти предписанные ожидания от мужчины каким он должен быть и как он должен себя вести поэтому очень часто бывает что мужчины начинают либо слишком сильно выполнять эти ожидания и перегибать палку либо они пытаются изобрести какие-то новые правила в ситуации на северном кавказе это особенно актуально потому что то что происходит с этим обществом исследователи часто называют ситуация аномии то есть это отсутствие понятных правил и ценностей отсутствие понятных правил по которым играют люди и иногда становится совершенно непонятно что правильно а что нет что допустимо а что недопустимо в этой ситуации опять же мужчины оказываются теми кто должен изобрести и утвердить эти новые правила и дальше контролировать чтобы все жили по этим правилам и выполняли их самая страшная вещь которая может случиться с кавказским мужчиной это потеря лица и публичное унижение и сейчас появляются случаи когда этим пользуются например местные власти известен случай когда с одного мужчины в чеченской республике сняли штаны все это сняли на камеру и показали по местному телевидению конечно это страшное унижение и представить как будет жить этот человек дальше в республике довольно сложно это связано со всеми сферами его жизни и возможно даже отразиться на репутации всей его семьи может показаться что все эти практики являются уникальными и существуют только на северном кавказе на самом деле это не так скорее северный кавказ является своего рода увеличительным стеклом и в этом регионе можно сказать что на более в утрированном виде сконцентрировались многие проявления которые существуют и в других регионах россии и мира существуют гендерные иерархии и поляризованные гендерные роли необходимость мужчины держать свое публичное лицо защищать репутацию это также в общем-то распространенная практика